Оригинальный способ воздействия на власть придумали активисты израильского движения по борьбе с нелегалами. Они решили поселить беженцев рядом с чиновниками, чтобы те поняли, как это может повлиять на их жизнь. Подробнее Сергей Услендер. В марте этого года Верховный суд Израиля принял закон, запрещающий принудительную депортацию африканских нелегалов в их страны. Их жителей Судана и Эритреи в стране уже около 60 тысяч. Они буквально оккупировали некоторые районы Тель-Авива и других городов. Там сразу подскочил уровень преступности, стали закрываться бизнесы, ночью опасно выходить на улицу. И никаких мер, кроме депортации, у властей, собственно, и не было. Теперь не стало и этого рычага. Жители этих оккупированных районов неоднократно протестовали, требуя хоть каких-то действий. И вот два богатых еврея из Нью-Йорка купили несколько квартир в домах, рядом с которыми проживает Эстер Хают, председатель Верховного суда. А там они, эти покупатели, собираются поселить несколько десятков выходцев из Африки. Им просто принимать решение, когда они живут как будто в другой стране. Мы в своем районе с наступлением темноты не можем нос на улицу высунуть. Так где наши права? Где забота государства о нас? Мы хотим защиты и спокойствия. Вот пусть судья теперь посмотрит, как жить с ними рядом. Проблема с беженцами в какой-то момент стала настолько острой, что пришлось даже потратить сотни миллионов долларов на строительство так называемого Южного барьера. Стены на границе с Египтом, откуда они, собственно, и проникали в Израиль. Приток беженцев в страну сразу прекратился. Но что делать с теми, кто уже попал в государство Израиль, универсального решения так и не нашли. Одним предлагали деньги за добровольный выезд. 5 тысяч долларов. Для жителя той же Эритреи это целое состояние. Других депортировали насильно в Эфиопию, которая, опять же, за деньги согласилась принять некоторое количество. Что же делать с остальными, пока так и не придумали. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.